я очень на самом деле благодарен бог за ту возможность что мы живем на этой земле и особенно в это время кто из вас вообще благодарен богу что вы родились в это время они тысячу лет назад или там еще я понимаю что нам нужно быть благодарными за то что мы живем вот в это время в этой стране кто-то смог иммигрировать на зал то что это не смог иммигрировать ну так и будет если в жизни людей происходят перемены это очень важно особенно в это время когда не все так стабильно на украине не так все стабильно во всем мире и мы не знаем куда мы летим на самом деле мой мой моя сегодня проповедь или послание которое я хочу говорить это вообще как бы так я ее вырвал из такого контекста слова которое многие может быть непонятно но если потом разоберу его вы поймете я назвал так свою свое послание ногами мыслями писал кто понимает о чем я говорю ногами мыслями писал да ногами мы это 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 тезис к пьяному человеку пьяному человеку вы скажешь вот ну типа бухой стоит по пьяный давать он стоит ногами мысли все писал то понимаете да я буду говорить об этих вещах потому что есть в этом мире много вопросов и чаще всего вопросы задают люди которые приходят ко мне этот вопрос жизни в которой бы вообще что такое жизнь вот как жить вот таких абстрактов что такое жизнь что такое жить с избытком что такое общего как прожить так чтобы не было стыдно вообще как бы так что такое жизнь кто мне скажет что такое жизнь вопрос кадра в вечности философский вопрос но сущности жизнь это череда обстоятельств и выбора которые мы делаем нашего если вы заметите дата наша жизнь состоит из обстоятельств как и в решении которые мы делаем и более того это и те же что эти обстоятельства они созидают нас они делают нас теми кем и есть по одесски пускать они делают нам нас теми кем мы стали вот эта жизнь от раннего детства приходит обстоятельства какие-то сложности мы делаем выбор мы делаем свое решение это устанавливается наши как 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 основание и это строит и созидает нас лично как людей есть в этом правильный выбор мы делаем когда мы делаем этот правильный выбор то есть у нас решение на стоит делать или делать это мы делаем делать мы выбрали правильный выбор да мы становимся успешными а если мы не сделали правильный выбор не повезло да вот ну не повезло суть жизни она именно таком образом происходит что мы делаем выбор из этих выбор из этого выбора мы составляем нашу жизнь каждое решение которое мы делаем правильное но или неправильное это наше будущее но каждый из нас друзья каждый из нас он имеет право на ошибку в конце-то концов мы ведь не идеальные люди мы несовершенные в этом мире если бы мы были бы совершенны нам не нужен был неси вышний не спасение на вообще бы бы знали что мы делали как мы поступаем поэтому если мы несовершенны тогда нам нужно в этой жизни направление фактически мы учимся из обстоятельств и предлагаем и нам решение нашими родителями нашими учителями нашими работодателями нам дают предложение с которым мы решаем делать это или не делать послание к филиппийцам 4 глава 6 стих говорит так не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве прошение с благодарением открывать и свои желания перед богом вот это открывать открывать желание перед богом заставляет нас открыться перед всевышним и ожидать что он нас направит могу лично сказать что нерешительность которым с которым мы боремся делать не делать и и надо вот сделал а если это сделал но почему еще может быть другой кота решение есть нерешительность становится самым большим стрессом в нашей жизни вы замечали да этот вопрос нерешительности как как нам сделать правильный выбор жениться жениться или не жениться помню да там какую работу выбрать куда переехать ехать сейчас или потом и нерешительность становится самым большим мучением для каждого человека я верю что в наше время мы должны быть более утвержденным в нашим в нашей их нашем выборе и чтобы выбора состоялся и мы не мучили себя нужно сделать несколько вещей на самом деле мы должны довериться богу в на в этом выборе послание якого 18 говорит человек с двоящимся мыслями не тверд во всех своих путях замечали этот вопрос не тверд что значит не тверд вот это в этом месте используется слова как пьяный человек вот это состояние человек который с двоящимся мысли то есть он низ не определился вот так поступить или иначе поступить будет какой выход он не тверд своих путях это не постоянный неустойчивый не твердый шаткий изменчивый человек который похож на пьяного под влиянием алкоголем написание говорит не упивайтесь вино по которой бывает распутство но исполняйтесь духом почему потому что это человек не определенный своем своей жизни если он сомневается как-то в каком-то выборе он похож на человека который под влиянием смуты неопределенности но человек который исполняется духом божьим знает бога может держать свой путь твердым упование на бога всевышнего знает куда он идет и куда и ведет и вот эта цель только в боге все всевышнем боге дайте вот скажу как избавиться от этого сомнения вот этот момент этот очень важно для человека каким образом избавиться от тех мыслей которые нас беспокоит нашим решением я думаю позволить богу нас направлять почему я говорю этот стих потому что это конкретно я взял стих из писания вот о направлении от бога которые чаще всего он читается в похоронах чаще всего говорят вах похоронный псалом какой кто мне скажет какой из похоронный псалом ну или 22 там 21 22 там если как спать пастырь мой да или нет это самый популярный стик или местописание и псалмов которые читают на всех похоронах а вы знаете что там ни слова о смерти кроме одного если я пойду долина смертной тени там никогда не говорится о смерти это те это это тень смертная то есть опасности но в сущности его читают на проект я почитаю еще один местописание то направь меня на истину твою и научи меня ибо ты бог спасение моего на тебя надеюсь всякий день каждый день у нас есть надежда на бога он направляет наш путь это для нас важная часть для верующего человека я надеюсь не обращаясь ко многим кто верует в бога что он во первых есть что он любит нас что он для оставил до человека путь спасения у нас как у верующего человека есть надежда мы смотрим на жизнь через призму нашей дорожной карты то есть через вещи написать через туру мы смотрим на жизнь которая бог нам дает через призму священного писания наша совесть нас а подсознание является нашим навигатором нашим компасом которые мы знаем хорошо и плохо внутренние чувства которым которым мы должны быть вадимы и непосредственно немаловажны это надежда на того помощника которая да да нам поскольку ешуа воскрес из мертвых на эти три вещи у вас фактически человека особенно верующий человек он ставит свою жизнь псалом 22 как я уже говорил так благость и милость твоя да сопровождает меня во все дни жизни моей и я пребуду в доме господнем во многие многие дни надо позволить богу чтобы он направил нас эта способность которую бог дает для нас дает каждому то есть другими словами у нас есть способность быть послушными нас есть способность быть направляем и у нас есть способность быть обучаем и путям господним ведь каждый из нас и встречать с этим решением следовать или не следовать делать или не делать вот здесь для нас борьба кто может оспорить это никто то что бог может направлять конечно же многие могут сказать рыбая я позволил богу чтобы он вел меня и пока он меня никуда не привел вот уже двадцать лет я верующий я впустил всю свою жизнь говорю господи руководитой жизнью и никуда я не пришел кто-то сказал скажет наоборот найти я пошел и зашел в тупик полный тупик и теперь не могу уже туда выйти чуть ли то самое по кругу хожу одно и то же одно и то же поэтому говорю что возможность такая для нас существует как познание путей господних в общем то вопрос стоит часто ребром для многих и верующих почему волю божью так часто нельзя так быстро найти помните вот 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 многие приходят камеры треба я хочу знать воля божья ехать в израиль или него воля божья их израиль йети а если не ехать не йети воля божья покупать мне машину ли покупать машину есть деньги покупай не нам мечтать можно можно это бесплатно вы понимаете да самый интересный момент что мечтать это сообщи ничего не стоит но не фантазируй за телевизором или вот возле экрана компьютера не стоит я считаю что вот момент такой когда мы говорим о воле божьей мы часто думать каким образом я найти почему она не такая открыта почему так часто нужно искать бороться найти волю божью для себя как бы направить свой путь чтобы узнать будущее фактически мы задумаем что и чувствуем что воля божья как это как это тайная полиция всегда рядом и и нигде не видно правда и мы ищем и думал где же это воля божья на самом деле парадокс в том что бог он благ правда топа кто сомневается что бог благ к человеку от народу своему или вы считаете что бог злой ненавистный описано он возлюбил меня да и он возлюбил меня до смертных до крестной смерти он возлюбил народ свой и вывел его из египта он любит свой свое чадо и библии описание говорит о том что бог есть любовь не и тогда если он благ тогда он и направляет если вы никогда не переживали божье водительство кто из вас никогда не переживал божьего водительства никогда не понимаешь о чем я говорю тогда вас большой большой вопрос стоит если вообще бог если мы чувствуем что бог нас направляет тогда мы можем переживать его и бог он милосим я может говорить что бог хащем не только добрый посты который нас кормит но у нас и вводит он не только исправляет но и он и направляет 22 псалом эти вот на прочитаем его все вместе чтобы запомнить кто-то выучил наизусть но все фактически этот псалом очень хорошо отражает наша нашу надежду на бога господь пастырь мой я ни в чем не буду нуждаться он покоит меня на злачных пожитях вводят меня к водам тихим подкрепляет душу мою направляет меня на стезе правды ради имени своего если я пойду долина смертной тени не убою зла потому что ты со мной твой жезл и твой посох они успокаивают меня ты приготовил предо мною трапезу в виде врагов моих умастил елеем голову мою чаша моя преисполнена так благость и милость твоя до сопровождает него все дни жизни моей и я прибуду в доме твоем до господнем многие многие дни он направляет наши стези он помогает нам идти к всевышнему направляет на стези наши вот на стези своим путем правды и есть наша тема чтобы он направлял нас нам нужно переживать его если мы не переживаем тогда у нас есть большие большие проблемы римляна 8 глава 4 стих говорит ибо все все вводимые духом божьим суть сыны божьи если мы духовной личности если мы знаем что мы рождены свыше и дух божий живет нас мы способны и мы готовы слышать и быть направлены богом для наше будущего для того чтобы измениться многие может быть уже успели посмотреть на польский молитвный дневник смотрели нет в интернете мое наше путешествие в польшу когда мы поехали на пост пастырьское уединение польских служителей которые было пускал буквально неделю назад ли по 3 или назад и во время того как был сам само служение и там молитва и проповеди во время вот этого отдыха или жив такого уединения нам предоставили возможность уехать посмотреть южный южную часть польши это никогда не был вы слышите нет никогда не был и несколько лет вы знаете там вот южной части польши это раньше была вообще-то немецкая территория там очень много-много замков там очень много строений красивый там города они построены по системе вот немецких немецкой архитектуры и мета заинтересовало мне интересно я никогда там не был и мы поехали вот в этой поездке я статья на был и мы делали репортаж молитвы показа как она была знаете что я научился в этой поездке первое это желание двигаться вперед например я книг когда там не был но мне сказали как там хорошо и красиво как там есть какая-то история которая чем важная вообще как бы у ее узнать любопытство стало моим двигателем для того чтобы увидеть то чего я раньше не видел следующее мы только поехали туда вот это было пролом такой да мне было интересно мне было любую любопытно это было познательно это было с отдыхом и снуть с этим было интересно жить но это при движении было вперед но во время этого движения мы несколько раз останавливались чтобы отдохнуть мы несколько раз останавливались чтобы сделать осмысление но никогда не было такого чтобы двигаться вперед нужно подумать подожди секунду до вернусь обратно посмотри как оно было забыл это вот ситуацию такими словами в этой поездке я научился все духовным вещам если я хочу узнать то чего я еще не видел бы что не приходило то на разум человека то не не ну как бы что бог приготовил для любящих его кто из вас вообще было небесах и вернулся увидел что там происходит а нет я летал как бы так своих своем разуме своих своем сне кто-то а кто-то переживал во сне конец света больше чем те кто были на небесах ну понятно вы понимаете да чем мы не были не там и не там мы понимаем что мы хотим двигаться вперед чтобы двигаться вперед необходимо несколько сделать вещей нужно иногда остановиться на путях своих рассмотреть путь древний и двигаться дальше вперед жизнь такая штука что она состоит из движение вперед остановок движение вперед и остановок и решение нашей жизни которые мы делаем она это эти решения созидает наше будущее учиться или не учиться если ты не будешь учиться если ты остановишь свою учебу на половину уже оплаченного как бы сказать семестра то ты не будешь обучаем ты не сможешь получить свой свой статус свою профессию и тогда твоя жизнь будет другой тебе сегодня есть решение двигаться вперед или же остановиться жизнь это комбинация из продвижения вперед и остановок как слышать бога для продвижения это самый большой вопрос который мы имеем мы говорил где воля божья как услышать бога чтобы исти вперед есть путь на который мы должны остановиться перед тем как идти вперед мы должны остановиться я скажу дальше больше вы мы должны остановиться и не делать того что мы делали до этого чтобы пойти вперед если я хочу быть направлять направленным богом моей жизни тогда первое я не могу следовать культуре которая не живет по божьим заповедям такими словами я не могу жить в культуре как которая не поддерживать не следует не вадима или не хочет следовать за богом почему я говорю об этом исход 23 2 говорит не следуй за большинством на зло не решать тяжбы отступая по большинству от правды важный момент виде этот стих я пришел к выводу и чаще всего люди так думают что что воспринимая вот этот стих как бы вот если все делаю почему мне не делать да если это принято уже обществе такой образ жизни почему я должен себя видеть по другому многие верующие ведут себя иногда как будто не существует божьей морали если все так поступают почему мне нельзя например если ездят зайцем на как бы сказать на на метро или там или на трамвае почему мне нельзя нельзя пройдись пешком легче будет для для твоего сердца может ты немножко опоздаешь но это будет для тебя лучше верующий иногда думать что если это не на не запрещено законодательством значит морально оправдано один из примеров аборты да не запрещены законодательством морально ли это делать если конечно спасать жизнь женщины каких-то вопросах во время аварии какие-то других вещах я понимаю это должно быть это вмешательство и при всем этом нас совеста мучает бог обращается к сумму народа давая закон и правила выводя из египта бог дает закон и правила он тогда уже умышленно это делал зная что весь мир будет против значит и нет бог отделяет народ свой давая ему правила и заповеди для того чтобы сделать его другим чтобы этот народ не шел за толпой которая была вокруг почему тогда когда бог давал закон и законодательство да это было правильно морально чтобы у нас или народ божий нет допустить слиянием другими народами то сегодня любые изменения или какое-то последование за законом кита вещах мы считаем закон закон и чеством если тогда бог усмотрел синдром толпы влияющий на общество негативность сегодня мы воспринимаем этот как будто этот стандарт римлянам 12 глава 2 стих не сообразуйтесь с веком сим но преобразуйтесь обновление ума вашего чтобы вам познать что есть воля божья благая угодная совершенная не сообразуйтесь первый ответ что нужно делать как узнать волю божию как следовать за богом как позволить ему нас вести состоит вот в чем мы не можем знать волю божию пока мы проникнувшиеся или становимся соучастниками мышления привычками этого мира если мы находимся культуре которая имеет развращенный образ жизни мышления мы должны быть другими мы не можем позволить этому миру влиять на нас может себе подчеркнуть что воля божья она благая угодно и совершенная чтобы за богом следовать и чтобы он нас вел нам нужно осознать что культура всегда будет против противоречить божьим законам если мы в культурно говорим это позволительно мы тогда не слышим как и куда ведет нас бог нет ничего худо худого чтобы быть в этом мире но нельзя быть соучастником этого мира я могу сказать женским таким мышлением такой как наши сестры наши женщины любят фэшн да вы любите одеваться конечно мы тут посвятить на меня тоже люблю одеваться и другом мышление женское такое меня тоже мужчин тоже любят одеваться купить туфли хорошие что-то еще если же если они даже секонд-хенд но тот зато она нормально зато это gucci что-то еще это нормально никто знает когда я купил правда и где купил их зато зато следуем тренду весь мир сегодня настроен следовать зачем-то за трендом за новыми вещами я хочу сказать ничего худшего нету чем ходить прошлогодней коллекции да для многих сестер и для женщин ничего нет худшего чем ходить в прошлогодней коллекции хотя суть это эта коллекция возвращается через 30 лет вы замечаете что она повторяется история имеет свои проблемы все что в этом мире оно переменчиво и мы летим первое послание и иоанна 2 глава 17 стих и мир проходит и про и и похоть проходит а исполняющий волю божью пребывает вовек и так мы не сможем выполнить волю божью и не можем следовать за ней потому что мы не услышим если мы находимся в культурном преобразовании или с последовательности за этим миром дамы не похожи на них может быть внешне но преобразование нашего ума должно быть реальным второе я не могу следовать за друзьями которые не живут по божьим стандартам это очень важная тема то что мы живем в культуре своей сап культуре которой мы живем украина или другие места они влияют на нас нам при всем этом нам нужно быть света в этом мире но и чаще всего вопрос это тот вопрос когда кто на тебя влияет у тебя имеет право из работы с молодым с молодым поколением с людьми которые даже в возрасте которые участвуют в дружек их отношениях ходят на какие-то посиделки особенно людей которые давно в коллективе рабочем коллективе влияние рабочего коллектива чаще всего отмечается в человеческих поводках это день рождения праздники всевозможные смотришь уже после праздников точно нужно еще раз похмелиться да там и думаешь боже мой кто у тебя повлиял рыба бывает разные друзья и все тому подобное как у нас любит говорить ты что меня не уважаешь я не знаю только вот это славянская кота культура вот постсоветская но и на никто никого не уважал и под поэтому глушили так чтобы забыть кто-то такой если мои друзья или коллег коллеги не следует божьим путям тогда у меня есть выбор с кем и куда идти у меня есть выбор я конечно же буду следовать за богом я хочу следовать почему потому что чаще всего в наших дружеских отношениях с нашими друзьями они нам говорят что делать и мы не можем слышать бога потому что мы слышим их их советы их пожелания их неуважение к себе да вот и так далее мы поддаемся этим вещам дружеским вещам и не можем услышать бога который говорит что дружба с миром это вражда против бога мы должны быть дружелюбны не иметь как бы не думайте что я пытаюсь вас каким-то образом стать очень жестокими и одиночками да я вам скажу так что мы должны дружить мы должны быть дружелюбны но не можем позволить себе роскость которая выражается тем чтобы на меня влияли я помню когда мои друзья то есть моя тоже походить через подростковое возрастание у меня был принцип я дружу с моими коллегами одноклассниками и всегда были день рождения какие-то посиделки все остальное и как вы знаете молодежь всегда экспериментирую самым запретным сигареты водка ли ты еще что чем-то и тому подобное это не без этого всегда едет этот это этот край я вот которая крайности поэкспериментировать как будто мы взрослые и вот из-за того что я знал божий путь я знал и боялся бога каждый раз когда приходила вот такой день рождения застолье я переворачивал свою рюмку ли свой стакан я не чуждался быть с ними друзьями но я не дашь позволял им влиять на моё моё состояние это было в годами годами когда уже мы приехали обратно когда мы встречались уже как вы будете быть самые дружеские тоже взрослые люди там да и когда мы встречались все равно с ними я оставил всегда стакан вверх ногами они знали его не трогай даже не спрашивать поэтому причина по которой мы должны следовать за богом что он наш бог он ведет нас к злачным пожить им мы должны быть дружелюбны как я сказал но мы не должны быть под влиянием наших друзей мы должны любить всех друзей и и даже врагов любить мы это заповедь и иоанна 1 глава 1 послания на 378 дети да не обольщает вас никто кто делает правда тот праведен подобно как он праведен кто делает грех тот а дьявол потому что сначала дьявол согрешил для сего-то и явился сын более чтобы разрушить дела дьявола если мы с вами становимся от соучастниками разговоров на работе сплетен всевозможные послушайте о чем говорят люди в этом мире а послушайте да но я вам скажу так что если вы соучастник вовлеклись в этот разговор кто где когда был как он провел праздники что произошло какой он измену кто какая в тех кто почему какая одежда что такое все понятно они вас влекут то есть другими словами они вас ведут не подсознательно вы становитесь вводимы этими людьми и мы тогда не можем услышать бога потому что мы становимся соучастниками их разговора их мышление и мы на самом деле не делая ничего с этим месяц это хотя бы уйти из этого разговора мы соглашаемся что этот образ жизни он таким образом должен происходить в мире интернета из и я за это паутиная сеть такая также запутались миллионы миллионы верующих христиан запутались они сегодня находятся в этом мире интернета по причине общения но они присоединяются группам кто из вас присоединяется группами из функции да вот следовать за кем-то помните дамы вы я говорю на принципе потому что бога я пастырь твой он вводит меня к водам тихим если я сделал его лайки если я взял богу лайк до поставил следовать за ним и достаю за ним но часто мы следуем за людьми группа группа тысячи тысячи людей в этом мире от интернета находится очень разные психологически не неуравновешенные люди психически неуравновешенные люди они называют себя верующими людьми но поведение то что они высказывают что они делают в интернете мы наста столько увлекает нам столько интересно что мы вадимы уже не духом божьим а ими вадимы в рассуждение в нарица порицание в негатив какой-то увлекаемся и не за чуть через время чувствую что мы пропали нам не хочется не в общину ходить не с людьми общаться потому что мышление следовать за кем-то при 4 13 глава 30 21 стих общающийся с мудрыми будет мудр а кто дружит с глупым развратиться они называют себя многие верующими людьми говорят хорошие вещи но когда ты спрашиваешь их какую общину ли церковь и посещаете открывается хай на всю европу и думаешь боже мой где эти люди кто может не повлиять а смотри за ними следует тысячи людей и таких людей мамы эти мы иногда просматриваем что не выкладывать думаем подождите они наши знакомые они говорят какие-то ситуации которые на самом деле не так так было выставляют всех лохами извините за выражение все плохие они самые хорошие и увлекать за собой других людей как я же говорю мы должны любить людей мы должны следовать за богом потому что еремия пишет а так она с вами такие слова 15 глава 19 стих на сие так сказал господь на это так его из господь если ты обратишься то я восстановлю тебя будешь предстоять перед лицем моим и если извлечешь драгоценное из ничтожного то будешь как мои уста они сами придут обращаться к тебе и а ты будешь обращаться к ним мы не можем следовать за друзьями которые не следуют за богом мы должны иметь божие отношения поэтому хочу сказать что вторая причина что мы не следуем за богом и не слышим бога с как следовать за него и более боже не исполняя потому что мы слушаем наших друзей на их разговоры их не интернет мы следуем за друзьями которые дают нам советы которые иногда нам не хочется их делать но мы почему-то под влиянием мы не можем противостоять им боимся их потерять друзья честно скажу вы все равно под особенно подростков говорю вы потеряете почти 90 процентов ваших друзей которые вы знаете сейчас им все равно будет где вы живете как вы живете так далее но бога от бога еще никто не успел избежать от друзей можно взять две переезжать от бога никто в этом мире еще пока не сбежал нет даже от него не отрекся бомба и так не имеет возможности там уже будет поздно а сейчас пока еще это невозможно и и говорит мы должны быть вообще-то ему при пример таким в двух личностях или одним или другим мы можем быть термометром или термостатом я пока показываю пример термометр всегда показывает внешнюю температуру или внутреннюю температуру тебя или общество мы можем быть пока показывать на себе чем общество болеет зараза какой-то да вот а если мы становимся термостатом то можем регулировать общество можем регулировать свою семью можем регулировать себя мы должны сделать выбор что мы хотим делать и за кем мы хотим следовать я хочу показать несколько еще мест писаний которые очень интересные вот я просто читал думал секундочку слова-то по-русски правильно а вот значение что-то имеет в виду один и тот же автор пишет послание потом и откровение иоанна да и еще если него и евангелие 1 иоанна 2 глава 15 стих не любите мира не того что мире кто любит мир в том нет очень интересная кто любит мир в том нет любви очень интересно стих как вы понимаете это нужно быть жестким правда вот к этому миру а вот следующий тот же автор иоанна 16 меня 3 глава 16 помните какой стих это кто помнит наизусть с собак не школы ибо так возлюбил бог мир что отдал свой сына я думаю по секундочку какой-то конфликт получается ему можно любить мир а нам нельзя или нет или они как-то неправильно понял думаю я за кого-то запутал своими еврейскими мозгами не любите мир и того что в мире да вот если вы любите мир то у вас нету любви очень а если бог есть любовь ибо так возлюбил бог мир что отдал своего мир через сына я когда попал посмотрел либо я в конфьюзии каком-то или не понимаю что-то вроде бы должен любить людей а нельзя мир но на самом деле здесь идет слова не не шалом ним и не мир как такой а божий мир словит олам до от мироздания и фактически когда мы говорим об этом бог не возлюбил систему мира он возлюбил мир которого создал и человечество за которое он отдал своего сына он полюбил человека как сущность а к нам говорит не любить систему мира которая строится на зле и он она в упадке нам не нужно любить зло и которое она может клеить в этом мире и мы должны помнить это чтобы мы не можем любить того то что разлагается чтобы быть направленным бога нам нельзя обращаться к другим источником кроме бога о чем я кто из вас едет маршруткой остальные трамваи а трамвая можно и маршрутка и троллейбусом туда ты пересадки 3 делает кто-то едет на машине это тоже выбор свой кто-то такси заказывают убор да кто его замечал что очень часто водители включают громко музыку особенно радио наш за собой замечали такую интересную те состояния радио там наше радио ли ваше радио там что там еще fm что там еще как шалом да а шансон даже боже мой вы это слушаете я уже удивляюсь когда далеко это и очень часто прерывает музыку или же песни всевозможные рекламы кто замечал что рек реклама или же прогноз гороскопа звучит больше чем новости или реклама кто замечал это а никто не замечал слава богу я уже так уже думаю кому я говорю и знаете вот я ездил несколько раз я смотрю как люди так вот разговаривать разрыва разговаривают и вдруг раз там си вот прогноз на сегодня гарантий ну типа гороскопа и начинаю там козероги будьте внимательны если такие люди так раз те разговор и ухо такой повернуть чуть-чуть так надо голова упала году и слушает шо какой прогноз на сегодня мне делать я пообращусь к вам верующим людям когда-нибудь было такое чувство аж вот шо эти халдеи могут сказать мне сегодня интерес был такой или нет а кто признается понимаю кто признается особенно прямом эфире на то что это же это же такое дело но на самом деле люди так не тихонько так уз прослушал потом говорят ты знаешь она по она как это так похоже на отражается мою жизнь другими словами если мы хотим слышать божий голос ли мы хотим быть вадим и богом нашей жизни хотим чтобы бог давал свою волю нам нужно от них как бы убрать те посторонние голоса те посторонние обыскать источники а к туск от которых можем взять направление нашей жизни не не гороскопы не гадания не какие-то другие вещи спиритизм не должны вести нас к нашей цели в жизни бог только один кто создал этот мир и который управляет этим миром и управляет моей жизнью потому что второе законе 18 глава 10 11 20 стих и вы обаятелей нас сильно очень много обаятельные поскольку да не посмотрим все красиво выглядят правда вызывающих духов волшебников в вопрошающих мертвых ибо мерзок перед господом всякий делающий это за сирта мерзости господь бог твой изгнал их от лица твоего бог не благоволит другими словами если ты прислушиваешься к другим источником для того чтобы направить свой путь знать будущее пытаться управлять свои своим как бы вот своей жизнью бога вы тогда ты не услышишь моего вождения ты не слышишь моей воли твоей жизни не всякому духу верьте друзья да но испытывайте духом невозможно быть водимым богом если мы обращаем внимание на то что происходит вокруг нас когда мы обращаем внимание на обстоятельства иногда мы обращаем на все что происходит вокруг нас очень большое внимание делаем я говорю это как будто ходить по тонкому леду во время ледокола понимаете да у нас всегда друзья нас всегда будет окружать различные обстоятельства различные но меня больше всего беспокоит люди верующие которые полагаются на обстоятельства как ответ от бога некий ответ на бога другими словами опоздал я на поезд значит богу не угодно чтобы я ехал туда они ссылаются на свою лень на свою несобранность на в как воля божья и мы удивляемся почему мы не успешны правда или же наоборот мы приходим на например на собеседование но не под не попал я на но опоздал я на пять на пять минут опоздал на собеседование ну и тебя не пустили значит этой работы бог не хочет я имел это обстоятельства или нет люди надо ссылается на обстоятельства то чтобы каким-то образом оправдать свою несостоятельность свою лень свою неорганизованность а если сказать что бог хочет нас дисциплинировать чтобы мы были вовремя чтобы мы были ответственны чтобы мы полагались на него не заплатила во время мои коммунальные значит бог использует это время чтобы дать мне больше денег те пришли газ отрезали и начинал ведь боже как это так разве это не твоя воля была я же так бежал к этой кассе она передо мной закрылась когда мы строим нашу жизнь вокруг наших обстоятельств мы подвергаем себя чтобы быть глухими тому что бог делает одно место которыми интересует а так поинтересовала на счет обстоятельств смотрите равшиу пишет в додеяния после 27 глава 10 и 11 стих но как прошло довольно времени плавание было уже опасно потому что уже пост прошел то и павел прав шоул советовал говоря им мужи я вижу что плавание будет затрудненным с большим вредом не только для груза и корабля но для нашей жизни как вы думаете не только вот зная пускай погоду наверное и от откровения от бога прав шоул получили павел получает для того чтобы не плыть дальше или или я ошибаюсь несмотря на то что павел отговаривал этих людей не плыть дальше то начальник корабля можно сказать или капитан кто бы там ни был он не полагается на павла на откровение на некое а знание того что он может иметь и полагается на профессионалов и на обстоятельства которые их окружили обстоятельства были трудны трудными им нужно было доплыть до места назначения им необходимо было преодолеть и все что вокруг происходит они берут как будто это божье провидение например смотрите сотник более доверял корм чему и начальник корабля нежели в словам павла вот что происходит и как быть пристань не было приспособлено к зимовке подожди мы не можем здесь оставаться нам нужно двигаться дальше даже пристань сама придется говорит нам двигаться вперед мало того они видят что аж подул южный ветер и многие из нас тоже так думаю о как будто помощь пришла открылись двери вот но за двигаться теперь дальше потому что у нас цель есть и куда все вспомогает нам в этом движении пошел ветер до в южным может чтобы дойти до финики и пристать критским лежащий против юга запада с севера западом ветром там перезамывать подул южный ветер подул и они подумав что уже получили желаемое часто приходите в нашей жизни обстоятельства так слагаются что мы мыслями как будто все правильно вот уже нам помогли подписали документе к нам уже все сделали вот чуть-чуть еще пройти но внутри мы четко получили понимание не нужно делать но мы не чуть-чуть и вот 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 вода сопутствует нам нельзя полагаться на обстоятельства нельзя доверять тем вещам которые происходят для нас как будто в позитиве если уж у кого из вас не достает мудрости допросит у бога дающего всем просто без упреков и дастся вам нужно обратиться к тому кто будет нас вести к этому положению нельзя также полагаться на собственные чувства даже если такие чувства они благоприятные путь человеке притчи 14 12 стих есть путь который кажется человеку прямыми но конец их путь к смерти результатом собственного выбора мы становимся жертвой вместо того чтобы быть водимым богом исайя 53 6 говорит ответ дает нам почему мы так далеко заходим когда вы непослушный бога когда мы непослушный божьему писанию исайя 53 6 говорит все мы блуждали как овцы совратились каждый на свою дорогу и господь возложил на него грехи нас наши наши грехи когда мы непослушный мы поддаемся обстоятельствам нам чаще всего нужно потом бог и мессия мы гречи ему полагой господи помилуй избавь нас из и и и и и освободи и он выходит на навстречу мы спросите меня а что же тогда делать я сказал он только остановку прийти бы двигаться дальше я вам говорю остановитесь посмотрите избавьтесь от тех тяжести которые мешают вам слышать бога как я уже говорил это культура которой мы живем это друзья которые нас вокруг нас я не говорю избавьтесь от них я говорю от того ахи влияние это обстоятельства которые нас окружают что же делать мы должны сказать богу что мы подчиняемся его волю и могу видать будет воля твоя до на земле как и на небе то чаще всего читать эту молитву топ из вас произносит эту молитву и мы говорим да будет воля твоя подчиниться его воли чтобы не случилось завтра сегодня я решаю следовать за богом за тобой нужно ему это сказать иоанна 717 кто хочет творить волю вот тот узнает о всем учении и шоу говорит если кто хочет исполнять волю то они будут узнавать они будут читать они будут исследовать мы должны доверять священного писания кто из вас вообще доверяет а кто читает мы чаще не читаем писание потому и не хотим дать волю божью что воля божья она там написано во первых чтобы никто не погиб это четко но там есть ответы для нашей жизни на каждый день у нас есть ответы и там нужно искать и мы чаще не ищем воли божьей мы и следуем чтобы нам кто-то подсказал ну как бы сказали дни извне чем из писания и проблема найти в чем 66 книг где ее искать мы хотим же так открыл пальцем вну воля божья ее нужно искать ищите не найдете ли вы еще говорит вы хотите иметь жизнь вечную что делаете исследуйте писание ибо они говорят обо мне и люди не находят воли божьей потому что они ленятся исследовать чересчур большой прескурант путеводитель очень большой и там уже найти ответ в однажды я уже говорил один из пасторов сказал что возможно почитать всю библию за 90 дней 45 минут в день и вы прочитайте за 90 дней всю все писание если это сделать и несколько раз своей жизни вы поймете как это писание меняет вас и вы четко понимаете куда идти что делать как поступать как себя вести читайте писание они ведут нас к спасению слово твое светильник ногой моей и свет стезе моей псалом 118 105 стих этот светильник для меня божья воля находится в его слове и последнее которое хочу что делать помните говорил о том что у нас есть с вами одна надежда у нас есть один утешитель который дан нам еще год возьмется от меня дастся вам и он напомнит вам обо всем что я говорил вам дух святой который в нас он напоминает нас он ведет нас мы должны и уповать на бога и молиться будет так силе духа святого нам нужно обращаться к духу святому он является личность которая направит нас на стезе праведности откроет нам писание мы будем познавать что так в чем воля божья для этого нужно иметь погружение крещение духом святым нам нужно дерз дерзать желать просить у бога чтобы этот дух святого он направлял это есть личность которая дано нам от бога как как путеводитель как компас как вот этот термостат который может управлять нашим состоянием всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом во всякое постоянство моления об всех святых римлянам это было в себе эфесянам 6 глава 17 стих и римлянам 8 26 27 ибо мы знаем не знаем о чем молиться многие из нас мы хотим молиться мы понимаем но не хватает нам общить с мой идеи мысли за что молиться но даже говорится о чем молиться как должно но сам дух святой ходатайся за нас воздыханием неизреченным испытывающий же сердца знает какая мысль духа потому что он ходатайствует за святых по воле божьей я верю что это часть нашей жизни если мы хотим быть водимым богом и чтобы там не спрашивать рыба а в чем суть жизни в чем суть жизни я не буду повторять то что дух 100 делает в нас но в заключение скажу простые слова чем измерить нашу жизнь мы такая вот только провели читушава вечность что такое человек прах да но и также дух который стоит вечным что такое жизнь человека белки и жиры аминокислоты и вдруг в одну секунду они перестают работать из живого организма становится мертвый что-то не надо не так говорят среди людей жизнь ушла с человека это он не живо он уж жизнь ушла что такое жизнь витамины это минокислоты подождите они секунду на то они там же были почему же ушла говорят о это просто сердце остановилось у человека сердце остановилось а вы знаете что сердце человека еще живет можно завести в течение 10 минут если она остановилась его можно завести и все возможности чтобы сердце оживить течение 10 минут когда у меня был инфаркт течение 20 минут нужно спасать потом будет поздно ног если остановилось сердце чем 10 минут можно завести его что происходит с ним в чем суть жизни жизнь как уходят а куда если она возвращается когда завел вернутся к жизни откуда оно превозращается кто-нибудь задавался такие вопросы а может жить вообще не заканчивается кто-нибудь задавал вопрос такой себе. В деле мы живем и умираем, но что дальше? Есть ли жизнь после смерти? Тогда вопрос, если есть, зачем жить? Нужно ли жить? На эти вопросы я, наверное, не смогу дать всех ответов. Но я знаю, что Бог, который сотворил меня и весь этот мир, может дать вам ответ на ваш вопрос. Изучайте Писание, следуйте за ним. Доверяйте Ему, молитесь Ему, и Он направит наши стези. Однажды Марк Твен сказал, в 19 веке было два великих человека. Наполеон и Эллен Келлер. Наполеон, под ногами которого лежала весь мир, или вся Европа, после всех сражений, после всех достижений, он сказал, в моей жизни едва ли было несколько счастливых дней. Полководец, который покорил полмира, посчитайте. И он говорит, в моей жизни едва ли было несколько дней счастливых. Слова американской писательницы Эллен Келлер были другими. Моя жизнь так прекрасна. Вы скажете, она была простым человеком. Она не могла бы назвать ее прекрасной, если бы вы знали бы, что этот человек был слепо-глухо-немой. Какая разница между двумя этими личностями? Один имел все, добился всей славы, все работало, все было в идеале. И он сказал, вся жизнь моя составляла из двух, может, нескольких дней счастья. Человек, который был глухо-немым, слепо-глухо-немым и был еще писателем, сказал, вся моя жизнь, она счастливая жизнь. В любом случае выбор только за нами. Друзья, выбор только за нами. Бог дал нам совершенную волю следовать за Ним или не следовать. Если мы будем следовать, искать счастье, да, во внешнем мире мы его никогда не найдем. Если мы будем искать счастье и утешение в Боге, мы найдем путь к жизни и будет зачем жить, для кого жить и как жить. Все это приходит и уходит в этом мире. Но мы живем сейчас, мы живем сегодня и решения принимаем только в эту минуту. Поэтому хочу, чтобы мы сейчас встали наши ноги, сделали несколько таких размышлений. Что такое жизнь? Для чего мы живем? Что составляет жизнь в сущности? Как я говорил, это череда обстоятельств и решений, которые мы делаем и формируют наше настоящее и даже формируют наше будущее. Я хотел бы, чтобы мы сегодня поразмышляли, что для нас жизнь одежда, успех или внутреннее удовлетворение, знать, что у тебя все хорошо с тем, кто сотворил весь мир. Прошу. Тот, кто контролирует весь мир, доверится ему. Я честно говорю вам, иногда очень сложно. По одной причине он нам дал волю делать или не делать. От меня сегодня зависит, доверять его Слову Божьему или нет. Но я еще хочу напомнить, если ты хочешь знать волю Божью и знать, что он ведет тебя по своему изволению, к своей цели, мы должны помнить, что мы не можем соглашаться с культурой, в которой мы живем, которая меняется. Мы не можем соглашаться с тем, что сожительство, или как бы говорить так, небрачное сожительство, оно приемлемо сегодня по всему миру, поэтому будем тоже так жить. Мы не можем соглашаться, что, давая взятки, мы себе прокладываем какой-то успех. Поверьте, сегодня и эта система ломается. Мы не можем себе позволить, тем мыслению, что если законом не запрещено делать аборты, значит, это морально, нормально для нашей жизни. Вы понимаете, что я говорю, да? мы не можем согласиться с культурой, которая противоречит Божьим правилам. Мы не можем следовать за нашими друзьями, которые отвлекают нас от Бога. Тогда я вам скажу честно, мы никогда не услышим Бога, абсолютно. Мы будем только слышать голос наших друзей. мы не можем полагаться на обстоятельства, которые даже нам помогают, ну, как бы сказать, сулят, успех какой-то, мы не можем на них положиться, потому что окончательный ответ от Бога, Бог говорит, фактически, человеку, который построил, или мысль пришел, говорит, построю амбары, Бог говорит, глупый ты, всю ночь приду, заберу твою жизнь, для кого ты все это оставишь? Я призываю вас к покаянию. Не всех. Может, вам не нужно это покаяние, но осознание того, что мы люди, которые должны следовать за Богом. В этом нужно доверие. Через Библию, через общение, через молитву. Если вы никогда не принимали Ишуа личным спасителем, Иисуса Христа, как ответ от Бога для вашей будущей жизни вообще и вечности, у вас этот есть шанс сделать. Ибо так возлюбил Бог мир, тебя, меня и всех остальных, что Он отдал Своего Сына, чтобы Он умер за меня. Дал мне путь, чтоб я Ему доверился и шел с Ним. Он пастырь мой, Он вводит меня к злачным пажетям. Возьмите за эту надежду, возьмите за эту руку помощи, и Он обязательно вас проведет. Остановитесь на ваших путях, подумайте, о чем я говорил сегодня, и направляйте свои пути к Богу. Если вам нужно покаяние, молитва, просто поднимите руку, мы сейчас помолимся за вас. Один человек, слава Богу. Отец Небесный, я благодарен тебе, что поднимаются руки, которые тянутся к тебе. К тебе, кто может помочь, вывести из обстоятельств, если мы, как малые дети, доверимся тебе в этом пути. я знаю, без сомнения знаю, что ты поведешь меня. Господь ничто не может отлучить меня от твоей любви. Ни ад, ни преисподня, ни настоящее, ни будущее. Даже ангелы, которые могут проповедовать другой Евангелие, не смогут отлучить меня от твоей любви. И я прошу тебя за нашу сестру, которая подняла руку с надеждой, что ты Бог, который прощает, освобождает, ты поведешь ее, по стезям праведности. И другие, которые внутри себя, они осознают, что это необходимо для нас. Мы просим благослови. Спасибо тебе. Пускай эта молитва идет, поднимается к тебе, как к имя. Поднимается. Субтитры